Глава 3. Возрастные изменения человеческого организма. Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих. Так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. Байрон. А теперь несколько положительных примеров из практики. Мы хотим просить вас дать мне кормить ребенка в первые часы после рождения. Что за странная просьба, удивилась заведующая. Когда надо, тогда и дадим. И тогда мы рассказали ей о том, что у всех наших шестерых детей был очень сильный диатез. И мы, родители, уже смирились с этим, думая, что диатез передается по наследству. Но о нашей беде узнал известный ученый профессор Аршавский и настоятельно рекомендовал В качестве профилактического средства против диатеза, как можно раньше приложить ребенка к груди, чтобы он высосал те капли молозива, которые есть только у матери. Ну хорошо, согласилась заведующая. Любочку принесли для первого вскармливания часа через два после рождения. И что же? Дочка росла, пошла в школу. И все это время мы не нарадуемся на нее. Никаких следов диатеза. Если бы мы знали об этом раньше. Сколько бы неприятностей могли избежать. Диатез болезнью не считается. Но мучений от него и ребенку, и родителей бывает много. Уже у трех-пятимесячного малыша появляются мокнущие прыщички, а потом и болячки на личке, под коленками. В теплоте они нестерпимо зудят. Малыш их иногда расчесывает до крови, плачет, капризничает. И это тянется год, два и дольше. И ни лекарства, ни диета не дает стойкого результата. Наступает время на улучшение, а потом вдруг опять хуже прежнего. И вот от всего этого мы избавились. И к тому же так просто. Могли ли мы предположить, что первые часы жизни человека так сильно могут повлиять на его дальнейшее развитие? Из книги Никитиных «Мы и наши дети. Ростов-на-Дону. 1991 год».